Стратосфера это слой атмосферы, который примерно от 11 до 50 километров, то есть выше тропосферы. Характеризуется тем, что температура там наоборот повышается. То есть, как я рассказывал, в тропосфере температура снижается примерно до минус 60, потом она там стабилизируется, а вот в стратосфере происходит ее повышение, и повышается где-то до нуля, и на высоте от 40 километров до 55 температура практически постоянно на нуле. Это стратопауза называется, и уже после стратопаузы идет мезосфера. Стратосфера сравнительно освоена, там регулярно летают самолеты. В основном это связано с тем, что там все процессы менее бурно протекают. У поверхности Земли из-за конвенкции ветра-то много и всяких изменений, из-за того, что тепло от Земли все время поднимается и меняет состояние. Также там выпадают осадки. А тропосфера как бы вот за облаками, там довольно все тихо и спокойно, тишина там мертвая. И поэтому туда предпочитают летать наши самолеты, но, конечно, дышать там нечем, они там в масках летают. Именно в стратосфере озоновый слой расположен примерно на высоте от 15 километров до 60, то есть почти всю стратосферу он и охватывает. И выше озонового слоя живые существа жить не могут у нас. То есть озоновый слой закрывает от ультрафиолета. Верхний предел жизни в биосфере это озоносфера. То есть выше уже радиация, так грубо говоря. Там рак можно спокойно себе схватить, если выше летать. Именно там озоны образуются в результате фотохимических реакций. В основном на высоте 30 километров из кислорода образуются. То есть озон это О3, а кислород это О2. У нас фотосинтезирующие всякие существа кислорода понаделали очень много. Вот он скопился, а на высоте под влиянием лучей Солнца кислород превращается в озон в О3. Примерно 90% всего озона, который у нас есть в атмосфере, находится в стратосфере. Озон внизу у нас тоже бывает, это именно запах грозы, вот этот озон. То есть когда разряды молнии происходят, то тоже может озон формироваться внизу, но мало. А вот там практически сплошной озон, 90% озона наверху. Ультрафиолетовое излучение поглощает почти полностью, 99% поглощаются в озонном слое. Если бы не поглощалось, то... Но у нас ультрафиолет вызывает загар, если его мало. Если много, то вызывает рак кожи. То есть если озоновый слой по каким-то причинам разрушится, то будет сильное излучение на поверхности, и мы все будем, во-первых, черные от загара, а во-вторых, рак кожи начнется. Помимо образования озона, там довольно много еще всевозможных процессов, именно ионизации происходит под влиянием лучей Солнца, разлагаются всевозможные молекулы. То есть многие там молекулы представлены не как у нас, вот в виде уже конкретных веществ, а в виде ионов. То есть они распадаются на фрагменты, каждый из которых заряжен, положительный или отрицательный. Вот ионизация там сильная. Мы это видим в виде северного сияния часто, вот эту ионизацию газа, зорницы, всевозможный свет наверху, это вот ионизация. Практически там нет воды, в связи с тем, что если даже она туда попадает, она разлагается на свободные радикалы, то есть АН, АН и так далее. И чем выше, чем по полету, там тем больше этих всяких ионов и заряженных частиц. Озоновый слой там сформировался, кстати, как раз вот по хронологии истории Земли. Сейчас вот периоды калиемий, там эктазий идут вот по этому каналу. То есть как раз вот в этот период озоновый слой и формируется, потому что фотосинтезирующих веществ стало достаточно много, и вот он получился. Это примерно миллиард восемьсот лет назад, миллиард пятьсот лет назад вот в этих районах. Поэтому я, собственно, поместил туда эту всю историю об атмосфере, потому что окончательно атмосфера формируется вот где-то полтора миллиарда лет назад, а на Земле в это время возникают эукариоты. Примерно вот это все равнозначные явления по времени. Освоение стратосферы сейчас хорошее, и планируют это все дело усилить. Впервые в стратосферу прорвался Агюст Пекар на первом стратостате ФНРС. 27 мая 1931 года официально человечество в стратосферу полетело. В СССР эта идея понравилась, видимо, потому что сразу поняли, что есть военные применения, и там тоже запускали эти стратостаты. СССР-1 ОЗАВИАХИМ 30 сентября 1933 года советский стратостат СССР-1 совершил полет на высоту 19 километров, поставив рекорд мировой того времени. Ну, как я уже говорил, в настоящее время и боевые, и коммерческие самолеты наиболее быстрые. Все предпочитают стратосферу, там ветра меньше. Вообще там все условия стабильные. Поэтому 20 километров там самолетов достаточно много может быть. Причем это перспективно. Чем выше, тем лучше. Есть высотные наши метеозонды с разными целями запускаемые. Они до 40 километров поднимаются, то есть всю стратосферу проходят. Считается перспективно. Сейчас есть много проектов о создании всевозможных дирижаблей, самолетов беспилотных, то есть автоматических, которые будут улетать на высоте 30 километров, обеспечивать связь, наблюдение всяческое за территориями. При этом их можно в военных использовать целях, потому что ПВО не добьет на 30 километров вверх. И это гораздо дешевле, чем военный спутник. Попробуем. 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 Попробуем.